Денис, приветствую тебя. Торговая сессия четверга. Очередной насыщенный день. Особенно приятно следить за происходящим на финансовых рынках. Ну кому-то приятно, кому-то нет. Мне на самом деле не очень, потому что все-таки ставка была на снижение курса доллара и на рост фондового рынка. Но я не отчаиваюсь, честно говоря, не расстраиваюсь, потому что я не вижу каких-то системных причин, из-за которых, ну это моя позиция, безусловно, только, из-за которых можно было бы отказаться от прежних ставок именно расчета, дождаться новых мироэкономического стимулирования и работать с тенденцией логичного влияния этих стимулов на баксы, на фондовый рынок США. Ну прежде чем перейти опять же к демонстрации экрана, сегодня, я думаю, уместно будет и обязательно нужно разобрать снова ситуацию с фондовым рынком. Можно посмотреть на индекс доллара, если ты не против. Но я сейчас интересуюсь тех еще и золота, потому что золото как бы тот актив, который обычно является защитным инструментом в условиях каких-то панических реакций рынка. Трейдеры, ну, должны ставить на рост инструмента. Вот вчера, кстати, было совершенно обратное, довольно странно было, наблюдать за падением золота, учитывая, как сеяли страх вот именно из-за пандемии, из-за повторной изоляции карантина, якобы все будет то же самое, что и в начале 20-го года. Перед тем, как непосредственно к демонстрации вернуться, Бенис, ты вообще как и с чем связываешь вчерашние распады жрецких активов? Не кажется тебе, что это уже как бы разворот? Может быть, у тебя такое мнение? Ну, касательно именно рисковых активов, нет. Это больше, я считаю, политический момент, потому что вчера объявила и Германия, и Франция о частичном закрытии, как они назвали это, частичный локдаун. А во Франции там Макрон объявил как бы национальный карантин, можно так сказать. Но на самом деле я не думаю, что будет так же, как в марте, потому что в марте это было нечто новое, такого не делали раньше, и, следовательно, реакция на это была очень острой. Сейчас уже просто люди настолько этим уже наелись всем, уже с каждого угла буквально звучит это слово «корона». Мне кажется, у некоторых скоро от этого слова будет, знаешь, как такая дикая реакция, будут уже немножко кукуха съезжать. Вот, поэтому я не думаю, что прям какая-то мега-серьезная реакция там будет. И распродажа, естественно, но здесь больше это связано не столько от «короны», сколько с неопределенностью касательно выборов США, потому что повторяется, в принципе, 16-й год, и в 16-м году я очень хорошо помню, когда, нешуточная тогда борьба была между Хиллари, в основном топили именно за то, что будет Хиллари, она уже там, предварительно, если помнишь, показывали в прямом эфире, как она уже начала там праздновать, шампанское открывать, и потом резко в сторону республиканцев перестроились подсчеты, и Трамп начал лидировать. Поэтому, я думаю, в этот раз может, конечно, не настолько жестко, но нечто подобное может произойти, потому что, я думаю, сюрпризов однозначно будет у нас немало, тем более сама по себе даже предвыборная кампания очень грязная была у обоих кандидатов. Насколько я вот слышал, это считается самой грязной предвыборной кампанией вообще за всю историю США, что столько оскорблений, как друг на друга они лили кучу грязи, такого не было еще даже вообще ни с каких времен. Поэтому сейчас просто инвестор как бы выжидательную позицию выбрали, и это, в принципе, разумно, потому что у меня вот тоже около 15 компаний акций куплены, и смотрю, как обстоят дела. В принципе, неплохо, но хотелось бы и лучше. Поэтому нужно просто переждать. То есть, во вторник все это решится, рынок еще поколбасит недельку-другую, само собой. Ну, как правило, я смотрел по статистике, октябрь месяц перед выборами практически всегда отрицательный на фондовых рынках. Реально просматривая статистику, реально он всегда был отрицательный. А потом уже начинается бурный рост, ну и плюс новогоднее ралли тоже очень часто все-таки бывает. Поэтому я лично считаю, что все будет хорошо. Сейчас просто немножко потуже затянуть пояса. По опционам тоже смотрел фондовый рынок, очень неплохо себя на самом деле чувствует. И профессиональные рыночные участники ждут достаточно мощного укрепления. Вот на мартовском контракте открытый интерес самый крупный на 3,800 находится. То есть, уже ожидания закладывают достаточно хорошие. Поэтому, ну и я, скажем, надеюсь на все хорошее. Слушай, я разделяю твое тоже зрение, потому что, кстати, спасибо тебе за историческую справку. Подписываюсь под ней, это действительно так. Октябрь не самый удачный месяц для в целом, наверное, категории рисковых инструментов. А когда в октябре маячат еще и выборы, то уж тем более. Вот этот фактор неопределенности, он действует. Ну и потом, друзья, если все-таки объективно рассуждать, ну, нужно быть реалистом. Ну, конечно же, было бы странно, если бы фондовый рынок, достигнув локальных максимумов в середине октября, вот так вот спокойно пошел бы вверх дальше. Без каких-либо проторговок, без каких-либо коррекционных откатов. Я думаю, что вот к этому были бы вопросы. То, что сейчас вот этот локальный переход инициативы к продавцам, это нормальное дело. Это нормальное дело в формате любого тренда. Особенно это нормальное дело, когда речь заходит о таком насыщенном фундаменте, который сейчас висит как бы тучами, облаками над нами. Это и выборы, как правильно Денис сказал. Это еще вот и дутая тема с ковидом. Причем статистика очень хорошо сейчас затравливает трейдеров о том, что все плохо, а не будет того, что было раньше, а может быть, будет еще все хуже. И всех оставляют вот с мыслями. Вот думайте, что будет дальше. Вот больше сейчас частичный локдаун, к чему он приведет и так далее. Это логично. Это сеет действительно вот эти факторы, за которые приходится цепляться тем трейдерам, которые против. Риск это приводит к той динамике, которую мы видим. Но все-таки неопределенность она пройдет. Политическая точно. Новые меры экономического стимулирования, которых также было неоднократно сказано, они неизбежно будут, причем при любом президенте. И можно даже так сказать, чем хуже сейчас ситуация с ковидом, тем больше денег выделят. Чем больше денег выделят, тем, соответственно, больше будет потом отклик в рост и больше будет поводов для продолжения того ралли, который мы наблюдали. Давай тогда к демонстрации экрана, прям с фондового рынка можно начать. У меня как раз S&P сейчас в моменте. Видно уже? Да, видно. Так, был у нас локальный коридор. Сейчас пробили мы нижнюю границу этого локального коридора. Катируемся на отметке 3289 фонтов. Друзья, фактически мы просто откатили к началам октября. То, что мы потихоньку, мало-помалу отбивали в течение большей части октябрьского месяца, сейчас за эту неделю рынок забрал. Это нормально. Только что я прокомментировал ситуацию о том, есть ли предпосылки для дальнейшего роста. Они, конечно же, есть. Поэтому для тех из вас, кто все-таки искал возможность, чтобы зайти в фондовый рынок по более приемлемым уровням, вы считаете, что, например, текущее значение или, например, еще, скажем, один виток коррекции и уход там в район 3200 пунктов. Вот, пожалуйста, уровни, с которых фондовый рынок может быть очень привлекательным для среднедолгосрочных лангов. Что касается индекса американской валюты, здесь тоже существенным образом ничего не изменилось. Ну, выросли мы до 93.50. Ну, разве это много? Нет, конечно же. В целом, нисходящий тренд остается сегодня, опять же, это часовая свеча в моменте. Мы видим то, что все-таки 93.50 – это значение, которое, может быть, для покупателей заманчиво сделать этот уровень и пойти выше. Но пока им реально не хватает силеных. И, наверное, на рынке присутствуют реалисты, которые прекрасно понимают, что как бы сейчас ковидом не пугали, но все-таки доллар вряд ли устоит перед еще двухотриллионной инъекцией, которая будет сделана на финансовую систему. А сделана она точно будет очень скоро. Есть еще как бы оптимисты, и я признаю, я, наверное, отношусь к их числу, то, что какие-то меры стимулирования могут быть приняты вот в рамках сегодняшней торговой сессии и завтрашней. Потому что в начале этой недели Нэнси Пелосик говорила, что они взяли вот неделю как раз до президентских выборов, чтобы принять какое-то решение. Возможно, когда выйдут сегодня данные по экономическому росту в США, и мы увидим плохие цифры, конгрессмены станут более сговорчивыми, поймут то, что, блин, ну сколько можно откладывать, надо действовать, иначе потом некого будет спасать деньгами. И я, друзья, рекомендую вам держать короткие позиции по индексу доллара, соответственно. Не переживать то, что рынок сейчас дал большую коррекцию, потому что тенденция остается прежней. Вот касательно золота, очень хорошо отработала поддержка в районе отметки 1870, хотя я, признаться, был удивлен такому агрессивному сбросу золота. Я думал, что в таких условиях новостных золото может расти. Очень рассчитываю на то, что это было движение, которое мы все характеризуем как странное, и продолжение у этого обвала золота и рынка драгоценных металлов не последует. То есть я все-таки за длинные позиции, например, можно перезаходить в случае закрепления с начала теста, точнее, отметки 1895 и уже на последующий рост. Но вероятность того, что с текущих уровней дальше повезут золото в район 1850, мне кажется, прям ничтожной. Но это моя позиция. Винец, слово тебе передаю. Так, хорошо, слово взял, пока с рабочего стола сделал. Значит, начнем, пожалуй, с индекса доллара. Значит, что есть по индексу? У меня построена зона, это наиболее сильная зона сопротивления по экстремам, которая техническая есть на данный момент. То есть если уменьшить масштаб, здесь видно прекрасно, как у нас выглядит. И трендовая линия тоже, это уточняющая, так называемая. То есть по ней очень неплохо действительно траектория взята. Плюс с учетом того, что было сделано внутреннее такое крупное перекрытие, у нас вот область 93-65, 93-95 является очень сильным сопротивлением. Поэтому я ожидаю, что с этой области все-таки спикируют и сделают хорошее такое движение вниз. Я не исключаю сегодняшний перехай, особенно если это будет ложный небольшой такой перехай, там тень могут кинуть на новостях по ВВП США, ну или что-нибудь нечто подобное. То есть это было бы крайне логично на самом деле. И в целом я жду действительно ослабления. По поводу, ты сегодня упомянул, касательно стимулов, которые после выборов в США как раз, они действительно состоятся. То есть просто с гигантской долей вероятности они действительно будут, но это больше как долгоиграющий процесс. То есть это не прям ежесекундное такое будет сразу же движение, потому что это все-таки допечатывание денег влечет за собой еще множество других факторов. Поэтому те трейдеры, которые вот ждут, я просто читал комментарии у нас там в чате, пишут, что доллар там увеличил свое движение вверх, это полноценный разворот и так далее. То есть я призываю всех тех трейдеров, которые считают себя трейдерами, запомнить, что движение, которое они там берут 20-30 пунктов в лучшем случае, это не трейдинг, это так. Немножко погонять называется туда-сюда депозит. А речь, то, чем мы занимаемся в рамках обзора, это непосредственно стратегическое планирование. То есть мы показываем действительно основные приоритетные моменты. И то, что вчера там увеличили коррекцию вверх, это абсолютно не означает, что здесь прям вот разворот какой-то начался или еще что-то. Нет, пока есть у нас доминирующее движение вниз, пока у нас есть сильное сопротивление, которое вообще не пробито. Пробито лишь была попутная зона продавцов, все, не более того. А стратегическое основное нет. Поэтому по индексу доллара, с учетом фундамента, с учетом техники, я выставляю приоритет точно так же, как и был по направленности вниз. Касательно S&P 500, здесь нужно чуть глубже копнуть. Дело в том, что я не исключаю добоя ниже. Хотя, если внимательно сейчас посмотреть по объемам, вот показаны как раз у меня вертикальные объемы текущего декабрьского контракта фьючерсного. И если вы внимательно сравнить, как движение происходило вниз коррекционно, какие были объемы, и они все больше и больше нарастали. И особенно вчера при сильном движении вниз у нас большое вливание было по бидам, и цена остановилась. То есть это означает, что здесь нарвались уже на байлимиты. То есть здесь начинает потихоньку крупняк уже откупать. У него, как правило, позиции очень долгосрочные, плюс захеджированные опционами, и следовательно, могут еще добить вниз. И самый крупный, самая крупная страйк опциона находится на уровне 3200, до которой ближайший. Следующий, такой значимый, уже на 3000. Но у меня большие сомнения, что до 3000 дойдут. Поэтому я склоняюсь к вам, что все-таки 3200 у нас будет основным таким триггером, от которого могут сработать на рост. Потому что с обратной стороны у нас колы находятся 3400. Это по месячному типу контракта с экспирацией 18 декабря. А если смотреть по неделькам, здесь вообще очень интересная картина. Потому что 6, например, ноября, посмотрите, здесь просто сумасшедший перекос в сторону роста 3450. Если посмотреть на 13 ноября, то есть через неделю, которая будет экспирация, здесь точно так же рост именно вверх на 3500. И так можно смотреть, на самом деле, достаточно долго. Вплоть до 20 ноября, сейчас у меня обновится, здесь тоже будет сумасшедший просто кол 3550. А самый-самый худший – это вот 3200. То есть опять-таки все приходит к тому, что у нас в районе 3200 очень сильная поддержка. И отсюда ожидаю очень мощный дальнейший рост как раз после выборов. И касательно золота, немножко неоднозначная ситуация сейчас. Я-то вчера на свой страх и рис там вскочил на 1870. И сегодня как раз этот уровень озвучил. Потому что здесь было очень крупное вливание. И плюс прошли останавливающие объемы. И одна вторая маржинальная зона поддержки. Плюс канал, направленный вниз, это расширено в виде. В целом, я склоняюсь к варианту, что действительно приоритет движения вверх его не сломали. То есть это уже как внутренние рыночные манипуляции. Но вопрос в том, или с текущих пойдут, или ниже. Поэтому я буду здесь очень-очень внимательно смотреть. Если начнут падать, скорее всего, я просто закрою здесь в безубытке. И буду перезаходить где-то пониже в районе 1850. Поэтому у меня, в принципе, два варианта с абсолютно одинаковым конечным результатом. То есть я ожидаю рост вверх. Единственный только момент, с какого конкретного уровня вверх дадут. Пока что с 1870 сижу, в случае чего просто выйду в безубыток. А так, в принципе, я за рост золота. Рост S&P 500, но, скорее всего, после добоя ниже. И индекс доллара, соответственно, в противовес. Денис, спасибо тебе за твои комментарии. Здорово. Я думаю, что сегодня получилась очень интересная беседа. И, может быть, даже было бы неплохо нам с тобой записать какой-нибудь дополнительный контент. Это уже постфактум выбор. Думаю, будет классно. Посмотрим. Тем более, что ты активно изучаешься с фондовый рынок. Может быть, даже разберем какие-нибудь бумаги. Ну, обсудим уже. Да, это все. Всем вам хорошего закрытия недели. С Денисом мы увидимся уже в следующий вторник. Получается так. Погоди. Следующий вторник – это прям день выборов. Это выборы как раз. Супер. Выборы. Будем следить за развязкой этой политической неопределенности, за тем, как все устаканится и вернется к прежним трендам. Хорошего тебе закрытия недели. Все-таки разберемся давай с этим непредсказуемым локальным рынком. Хотя я не считаю, что такое уж и непредсказуемое. Нет, просто нужно переждать и все. Согласен. Иногда лучше ничего не делать. Да. И классных тебе выходных. Спасибо. Тебе тоже отличных выходных. И до вторника, который будет очень веселым. Пока-пока.